Её сбили с места, и к Андрусенко прибежал повар из его тыла, который в какой-то заводской трубе сидел, что-то готовил еду. Очень-очень-то. Да, и оттуда прибежал к нему, говорит, тут немцы. Всё, и, можно сказать, к нему в тыл зашли, и получился обвал обороны на довольно большом участке, именно из-за того, что очень немовремо пошла и перегруппировка. А высота 977, она была ключевая для этого района, она была высокой. И из неё, по ней ещё был такой эпизод, когда послали в разведку бойцов на неё, узнать, кем она занята в текущий момент. Бойцы напоролись на 6 хиви, которые копали немцам укрепления. Они двух хиви привезли с собой, остальных расстреляли на месте. Но как был просто риф с целью выяснить, кто владеет? Ну и, естественно, ответ в целом был неутешителен, что в данный район контролируют немцы. Потому что в данный момент они там не находились на высоте, это ещё ни о чём не говорило, потому что вокруг они все были. На самом деле, с высоты вот этой 977, с её потери начался бал Орловского выступа. Потому что просто не было кем заткнуть дыру, которая выводила в тыл. Нет, как была последовательность, вот как падают шашечки домино, вот так вот пошло падение шашечек домино, потеряли СТЗ, в частности из-за этого. Ну, в общем, очень всё было не вовремя. А здесь какая, 112-я стрелковая была? Насколько я помню... Тракторный завод, да? 149-й, 124-й. Нет, 149-й, 124-й. Нет, 149-й, 124-й это бригады были. То есть батальон, по-моему, Цибулина тут может был? Да, был батальон 124-й бригады, у Паши затеяли перегруппировку и заткнули, поставили сюда куда-то, 112-й попытались поставить, но не успело закрепиться. А, ну вот, да-да-да, там есть 112-й, там разбор какой-то, потери-то, а не все. Да, и пошёл дальше уже, так сказать, циклический обвал, когда там свежая 37-ю Владдейскую переправляют, она топает по городу и упирается в немцев. Внезапно. И получается, в общем, не очень хорошо. И просто цепочка таких событий, когда одно тянет за собой другое, и результат получается не очень хороший. И вот 97,7 была одним из какого-то пунктов, который потеряли и очень неприятно это было именно это потерять. Куда мы едем, там какой-то мемориал есть? Что-то в рядах. Не, ну хорошо, если, я не знаю, стоит ли в районе Латашенки этот самый мемориал десанта. Десант тут хотя бы извести. Там ничего нету тоже, там вообще туда не подобраться даже. Так, вот он. Вот прям эти черти вот они поставили на высоте, в свой домик. Попробуем проехать, армянный. Да? Да. А ты что, хочешь там по степи? А, что? А, там никакой железок не торчит. Да, давай, ну его нафиг. Да, лучше мы пару шагов пешком прыгнем. Нет, 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 тут есть дорога просто. Упс. Ничего, что-нибудь, локировку. Я сейчас... У меня утесит, а не поверите, в прошлую субботу полетела коробка на Паджире. Новый Паджиро? Нет. Ему... Это сейчас что-то новые машины делают. 2000 года, 17 лет. 17 лет до этого нареканий вообще не было. А, ну... Причем мы знаешь сколько проехали с ним? 300 метров он из гаража выгнал на резину, на мою машину перегросили. Я вот с немцами ездил и вот так же полезли в лес, как вот этот... Хальбек, хальбский котел, где немцев очень много положили. И там в лесу напоролись на какую-то железяку, прокололи шину. И у них не нашлось ни домкрата, ни запаски. Они позвонили, приехал какой-то мужик, свил, по виду, выцейкишник. Он им раз, раз, быстро все поменял. Но так там как раз было место, где кладбище прямо в лесу. Говорят, вот под этим деревьем лежит 20 тысяч человек, которые пытались прорваться из Хальбского котла, и все там дружно легли. А, вот здесь. А у немцев вот есть, как вот у нас, вот эти...